Что важно знать при выборе брючного костюма? Как всегда, на первый взгляд, незначительные детали могут испортить даже самый дорогой костюм. Например, вы дама пышных форм, и у вас стоит задача выбрать костюм, который стройнит. Вы, скорее всего, обратите внимание на черный цвет, который делает визуально фигуру стройнее, или темные оттенки. Крой, фасон, как правило, на втором месте. А напрасно. Двубортная застежка, например, сделает вашу фигуру шире. Лучше выбрать однобортную. Если ваша задумка состоит в том, чтобы вверх напротив сделать более массивным, в таком случае выбирайте двубортный жакет с обтягивающими брюками. Или вы хотите скрыть чрезмерную худобу. В таком случае жакет и брюки должны быть свободными. Но если брюки средние, не обтягивающие и не широкие, а жакет широкий, то это выглядит некрасиво. Рукава жакета, а точнее длина, тоже должна быть правильной. В идеале рукав должен заканчиваться на уровне косточки на запястье. Именно такая длина позволяет продемонстрировать кисть и визуально выстраивает правильные пропорции. Если ваша задача добавить себе роста, выбирайте жакеты с немного укороченными рукавами. Иногда девушки носят жакеты гипер-оверсайз. Там рукава, как правило, доходят до косточек пальцев. Это очень сильно утяжеляет весь образ и делает фигуру приземистой. Особенно некрасиво смотрится такой верх с укороченными брюками. При маленьком росте не стоит выбирать костюм, где брюки широкие и они почти полностью закрывают обувь. Это совсем не значит, что такие брюки носить не стоит. Сейчас в моде брюки до самого пола, хоть они и непрактичны. Маленьким девушкам все же лучше взять брюки на полсантиметра выше от пола. Жакет при удлиненных и широких брюках не должен быть длинный. Если он закрывает талию и бедра, то со стороны будет казаться, что вы надели костюм своей сестры намного выше вас. Костюм с жакетом с объемными плечами для тех, у кого от природы маленькие плечи, и вам визуально их нужно увеличить. Широкоплечим барышням такой вариант не подойдет. Костюмы с принтами тоже бывают разные. Например, жакет может быть в клетку, что расширяет фигуру сверху, а брюки в полоску, что делает ноги длиннее. Такой фасон подойдет хрупким девушкам с небольшим или средним ростом. А вот если у вас плоские ягодицы и неявно выраженные бедра, то вам можно присмотреться к костюму тройка. Короткий жакет, мини-юбка-плиссе и прямые брюки. Данный вариант сделает вашу фигуру более женственной. Если широкие брюки от костюма заправляются в сапоги с широким коленищем, то нужно понимать, что за счет этого приема укорачиваются ноги, даже если сапоги будут в одной тональности с брюками. Данный вариант ношения брюк подходит высоким девушкам. Костюм оверсайз с жакетом с асимметричной застежкой поможет тем, кому нужно выделить зону талии. Костюм с брюками с заниженной талией лучше носить в застегнутом виде, если у вас не очень длинные ноги. Если же вы обладательница длинных ног, то носите с укороченным топом на распашку. Продолжение следует...